Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и я уверен, что многие из вас слышали эту шутку про премиумную бабаху, которая несколько месяцев назад гуляла просторами интернета и в частности в виде шорцев гуляла в ютюбе. Так вот, это далеко не шутка. Бабаха действительно есть премиумная. Точнее, может ее быть. Что касается вот этих вот пяти танков, которые отобрал, наверное, самые бывалые игроки или самые смекалистые или те, которые отслеживают статистику в игре, догадались, почему именно этих пять машин я сейчас выложил себе в подборку. Да, ребят, это самые популярные десятки среди проходных в нашей игре. Всего на 10 уровне, ребят, для тех, кто не знал, есть 43 десятки проходных и из них вот эти пятеро являются лидерами по популярности. БЦ-25Т и СТБ-1 делят между собой, я бы сказал, третье место, потому что у них 6100 игроков играло на СТБ за последнее время, ну а на БЦ-шке играло 6500. К ним туда можно присоединить, с небольшим отрывом, правда, уходит на второе место, спорющее с Шериданом, Е100. На нем играло чуть больше игроков, в частности, 6600. Что касается Шеридана, то здесь 6700, поэтому упрямое второе место в нашей игре в отношении популярности. А угадайте, какую популярность имеет Бабаха? Пока вы будете думать, пока вы будете пытаться представить себе, сколько же игроков играло на Бабахе, если даже на Шеридане крутой популярной тачке играло 6700, а это очень даже немало, мы на секунду отвлечемся на саму ветку Бабахи и озвучим типичное мнение по поводу того, почему Бабаху не стоит качать. Все боятся качать Бабаху, потому что, когда ты начинаешь играть на вот этих вот ПТ-шках серии АТ, начиная с АТ-8, ты начинаешь страдать, унылый геймплей, медленные машины, малая результативность, гробится статам, стату просто усираем в ноль, ну и, соответственно, для статистов ветка Бабахи это просто смерть какая-то. Ну и, соответственно, по автоматизму какому-то начинают обсирать и саму Бабаху, которая имеет довольно крутые показатели по орудию, кто-то скажет, что сейчас у нас Яга туда присоединилась, я с этим соглашусь, но ранее Бабаха была действительно кладец для тех ребят, которые хотели наносить по 1000 единиц урона за выстрел. И раньше Бабаха действительно была, ну, наверное, самой альфовой тачкой у нас в игре. На сегодняшний день, как я уже сказал, туда присоединилась Яга, ну и, соответственно, Бабаха немножечко отходит на второй план, потому что у Яги все-таки есть броня, а у Бабахи брони нет, но есть частично поворачивающаяся рубка. Так вот, ребятам, давайте вернемся к теме, сколько игроков играло на Бабахе за последнее время. Не догадываетесь? Да и, в принципе, фиг догадаетесь. 12 тысяч игроков играло на вот этой вот машине. На Шеридане, напомню, 6700, а здесь целых 12 тысяч. 12 тысяч сумасшедших, которые готовы угробить свою стату ради того, чтобы на Бабахе поиграть. Вот такой вот интересный парадокс. Вроде бы и машина не крутая, вроде бы и интереса не вызывает, а в то же время играют ребята и играют в два раза больше игроков, нежели на том же самом Шеридане, Е100, Бачате и СТБ-1, которых все хвалят. Что касается премиумной Бабахи, здесь, в принципе, все очень просто. Ее просто можно премиализировать. Разница только между десятками, допустим, и восьмерками заключается в том, что десятку вы можете премиализировать всего лишь на 14 дней. И стоит это удовольствие 2300. Если говорим с вами о восьмерках, а к восьмеркам, кстати, я планирую тоже дойти, но об этом чуть позже. Если вы хотите, допустим, премиализировать ту же самую восьмерку в виде АТ-15, то здесь вы можете сделать, так, секундочку, здесь вы можете сделать выбор. Премиализируете на 14 дней за 2300 или навсегда за 14200. Короче говоря, за 14200 покупаете себе премиумный танк восьмого уровня. Но, правда, мало пользуется популярностью эта идея по одной простой причине, потому что за такие деньги можно купить себе две восьмерки премиумных и, в принципе, играться на тачках, которые отличаются чем-то от обычных проходных машин. Что же касается нашей Бабахи, то сейчас мы ее премиализируем и попытаемся сыграть с ней какой-нибудь качественный бой для того, чтобы посмотреть, а сколько серебра это приносит. Потому что, согласитесь, 2300 голды за 14 дней фарма серебра, это немало. Ну и возникает вопрос, а выгодно ли? Поэтому предлагаю премиализировать машину прямо сейчас. Покупаем за 2300 себе на 14 дней. И вот вам, пожалуйста, премиумная Бабаха. Именно так она и выглядит. Что касается значка в ангаре, то, как вы видите, он тоже меняется и премиализация указана у меня в том сроке, на который она была приобретена. Ну что, берем Бабаху. Я думаю, ТТХ машины заценивать смысла нет и так их все знают. И погнали в первый попавшийся бой. Ну что, друзья, поехали. Попытаемся пофармить серебра на премиумной Бабахе. Как бы смешно это ни звучало. И сразу хочу обратиться с просьбой к тем ребятам, у которых Бабаха есть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько приблизительно за бой урона вы накидываете. Но только честно. Не надо писать 7000, 8000, 15000. И, безусловно, интересует урон, который наносится в обычном рандомном бою, а не где-нибудь там в Биг Боссе, там, где можно и по 40 тысяч урона за бой наносить. Поэтому вот просьбочка очень простая. Сколько урона накидываете за бой на Бабахе и сколько серебра вы за это получаете. Это для того, чтобы посмотреть результативность машины в разных руках. Ну и, соответственно, сравнить с результативностью по фарму, если эту машину премиализировать. Мне лично очень интересно, какая будет разница и будет ли она настолько существенная, как могла бы быть. Что касается премиализации, в отношении десяток здесь вопрос очень спорный. Потому что за 2300 вы премиализируете машину всего лишь на 14 дней. И я не знаю, сколько боев надо отыграть для того, чтобы вот эту голду, потраченную на то, чтобы заработать серебра, можно было окупить. Спасибо тебе большое. Ты просто крутотенный чувак. ВЗ. Ты молодец. Действительно. Ты вот прям best of the best of the best. Играй так дальше, перекрывай всегда обзор своим союзникам для того, чтобы они не могли сделать выстрел. Ну, просто потому, что тебе надо остановиться, еще свестись. Ну, и то, что я там стоял и со своим километровым сведением пытался выцелить соперника. Да кому какая разница-то в конце концов? Мы-то все здесь собрались для того, чтобы ты пострелял. Едем дальше. Что касается второго вопроса, который у меня был к вам, ребят. Это напишите в комментариях, насколько вам в принципе интересна тема премиализации машин. Потому, что у меня блуждает идея такая создать отдельный плейлист, в котором выкладывать видео с премиумными тачками. В частности, восьмого уровня, которые можно премиализировать на постоянку. Для того, чтобы можно было заценить, а насколько это выгодно в принципе премиализировать машины. И можно ли обойтись без приобретения каких-то премиумных тачек, а премиализировать себе и с этого зарабатывать. Обычные проходные машины, на которых возможно у вас получается играть даже лучше, чем на премиумных машинах. Но вот привыкли вы к там какой-нибудь восьмерке и хотите на ней себе серебро фармить. Потому, что вы умеете на ней хорошо, качественно играть и умеете получать на ней достойные результаты. Так, улыбаемся и машем. Где осталась наша ПТ-ха? Поехали, попытаемся ПТ-ху найти. Хотя я сомневаюсь, что за этот бой я накидал такое количество урона, что... Блин, ВЗ! Слушай, поедь куда-нибудь, я не знаю, блин... В сторону... Ладно, сказал бы я, но вот реально, у меня такое впечатление, что чувак просто пытается нагадить. Вот всеми возможными способами он пытается сделать все возможное, чтобы играл в этом бою исключительно он. Не удержусь, поставлю ему уточку. Дизы ставлю очень редко. Здесь пока на диз вроде бы не заслужил, но в то же время лайкоса тоже не достоин. Серьезно, игра, блин... Такое впечатление, что тупо издевался периодически в бою, как только мы с ним рядом где-то находились. Если бы можно было его усандалить в бою, я бы, наверное, это сделал. 3170 единиц урона, два уничтоженных соперника. Что касается наших результатов по фарму. Но не могу сказать, что для Бабахи это прям какой-то заоблачный результат по настрелу. А в отношении того, что это в виде серебра, то давайте будем смотреть с вами вместе. Что касается без прем-аккаунта. 33 600. Что касается с прем-аккаунтом, 53 000. Но это с прем-аккаунтом, ребят. А вот без према я не могу сказать, что это действительно жирно. Что это в разрезе нашей команды? В разрезе нашей команды я занимаю третье место. Да, пускай не первое. Но опять-таки, на Бабахи не всегда получается за бой накосить большое количество урона. Ну, просто потому что, во-первых, ты картонен, тебя могут разобрать. Ну, а во-вторых, ты не сильно подвижен, ты не всегда успеваешь в гущу событий, как это было сейчас в бою. Короче говоря, есть много если. Поэтому я бы сказал, что я вот этот результат по настрелу для Бабахи считаю не то чтобы нормальным, но считаю его типичным. Что же касается нашего великолепного героя на ВЗ. ВЗ, хоть он и сделал два фрага, как я понимаю, на Сосавы просто путем того, что мешал другим играть и добирал недобитков, исходя из того урона, который он нанес. То, в принципе, я считаю, что уточку я ему ставлю абсолютно заслуженно. Все остальные ребята, которые заняли первые места, получают лайкос. Друзья, если кто-то не согласен с моей позицией по поводу уточки в ВЗ-113, то пишите об этом в комментариях и обоснуйте свое мнение. Я же считаю, что я в данном случае поступил абсолютно честно и даже в некой мере корректно. Не поставив ему дис, а просто водрузив ему утку. Короче говоря, что касается премиализации Бабахи. Как вы видите, процесс этот действительно реален. Ну а вот вопрос в том, выгоден ли. Опять-таки делите своим мнением. Я побежал снимать следующее видео и жду от вас реакции в отношении самой тематики. Заходит или нет. Ну а там дальше, если заходит, то будем снимать. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.